Дилам Швидобиса, Барри Луис, Бокертов, Уипчедэшу. Почему Армения, а не Грузия? Такой вот сегодня будет интересный ролик. Многие пишут, что Александр, ты просто мало пожил в Грузии, поэтому не проникся еще этим народом и так далее. На самом деле, я давно осознал, почему же Армения мне гораздо ближе, чем Грузия. Я бывал в Грузии дважды, я проехал всю Грузию вдоль и поперек, на своем автомобиле, не только на своем автомобиле, Цхэта, Уплисцехэ, Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Ахалкалаки, везде. Так вот, Грузия меня потрясла своей легкостью, красотой, вкусами, добрыми людьми, но не запала глубоко в душу. А Армения запала очень глубоко, начиная с алфавита. По-грузински я могу кое-как читать и писать. Знаю какие-то слова, там, Но дело в том, что, как я понял, в Грузии я себя чувствовал хорошо, как в гостях хорошо, то есть на время. А в Армении я себя чувствую хорошо, как дома. Понимаете, в чем разница? Бывает хорошо в гостях, бывает хорошо, как дома. Так вот, обратите внимание, кстати, Грузия единственная страна в мире сейчас, которая признала геноцид черкесского народа на официальном уровне. Стоит памятник Грузии черкесам, черкесскому народу. Так вот, дело в том, что Армения, Израиль, вот армяне, евреи, адыги, древнейшие народы, которые несут в себе очень древнюю карму. И тут важно сказать, что у этих народов, как я всегда говорил, есть свой особый путь. Он есть и у грузин. И грузины тоже древнейший народ Кавказа, христианский народ, древнейший язык. То есть очень много общего с Арменией. Но по энергетике, по сути своей, Грузия и Армения это абсолютно разные миры. Языки разные, хотя есть похожие слова, как, например, Арцив, Арциви, Орел, или там Кагак, Калаки, Город, ну и какие другие слова совпадающие. В целом это разные языки, картвельские и армянские, это отдельная ветка индоевропейских языков. Так вот, я осознал, что почему мне Армения близка. Обратите внимание, что объединяет. И армяне, и евреи, и черкесы пережили геноцид. И армяне, и евреи, и адыги на каком-то этапе истории, либо сейчас, либо лишены вообще своей родины, своей страны, либо лишены части своих земель. Понимаете, в чем дело? Сейчас только, по сути, Израиль владеет той же самой территорией, которой владел в библейские времена. Поэтому мне, с моей жизненной миссией, с моим предназначением, мне близки именно армяне, именно евреи, и именно адыги, не грузины. Это не значит, что кто-то хуже кого-то. Просто мне лично, армяне, евреи, и адыги, ближе. В частности, армяне, потому что я жил среди этого народа очень много, и не одну жизнь. Я писал книги на этом языке, я говорил на нем. Я эти буквы помню в своей душе, они у меня записаны в душе, эти буквы. Понимаете? Вот это хайкакан, хайбубэн. Хайот слезун. Может быть, не все сейчас воспримут мои слова, но я думаю, многие поймут. Неважно, к какому вы расповеданию себя относите или вообще не относите. Я думаю, вы меня поймете, о чем идет речь. Что Армения связана очень тесно с моей душой. Так же, как Израиль, естественно. Это мои гены, это мои предки. И адыги и черкесы. Тоже связаны с жизнями. Вот такая история, ребята. Армяне, евреи и адыги давным-давно начали очень здорово, с огромным потенциалом. И сейчас армяне, евреи и адыги переживают пик своего кризиса. Все три народа жертвенные, обратите внимание, все три народа жертвенные, испытывали всегда такую жертвенную позицию. То есть боролись с остальными, проигрывали, выигрывали, теряли земли, теряли кучу людей. Опять восстанавливали, сохранили свою идентичность. Такого в мире это уникальная ситуация, понимаете? У грузин не было таких испытаний. У грузин были свои. И персы приходили, и арабы, и был какой-то период мусульманства. И тоже всю Грузию крестили, и все остальное. Но у грузин другое. У грузин более легкое сознание. У грузин более чистое сознание. Но и спрос с грузин меньше, чем с армян. Понимаете, в чем дело? Ответственность на грузинах меньше, чем на армянах. Поэтому, ребята, всем, и с Акартвелуши, и с Амхэчи, и грузинам, и армянам, и евреям, и адыгам, мира, любви и терпения, ребята. Вот эта древность, она одновременно и благословение, и проклятие. Понимаете? Очень большая ответственность. Очень большой потенциал. Это нужно понимать. Всем спасибо. Диди, мадлоба, гмадлобт, шнуроколотен болорин, туда рыбал и кулам. Тьява, рапсав.